Многие в нашей жизни перестают верить в чудеса, но только не мы, потому что мы периодически с ними сталкиваемся, и сейчас мы вам это докажем. Если бы болевой шок не снят ничем, поэтому настолько больно, что перекрываются, но должны быть рефлексы в любом случае. Какие-то. Ну, мы сейчас с ним это сделаем, конечно. Хвостом пошевелила, кстати, вот она сейчас. Она что, на ваше движение, на мое? Может, я ей ухо почесала? Да, скорее всего, она эмоционально среагировала. Вот тут тебе почешется. Хвостик шевелится. Зайкались, девушка почешена. Это что-то хорошее. Да, то есть эмоции дались на хвост. Как вы можете заметить, на рентгене мы увидели перелом позвоночника. Он просто съехал в бок. Но. То, что сохранено движение хвоста, может говорить о том, что спинный мозг поражен не полностью. То есть, какой-то процент сохранения есть. Но. Но либо рефлекс. Это достаточно, да, какой-то? Да, то есть, костик шевелится, а вот на лапы нету рефлексов никаких. Да. На спинномозговый канал идет. И вот он здесь за счет того, что переломан. Продолжение. Вот в этом месте очень вероятно произошла компрессия спинного мозга. Наверное, теперь вы понимаете, насколько плохи дела у Белочки, что даже наш врач так пессимистично ставит диагноз, хотя порой он находит выход из безвыходных ситуаций. Так вот, прошло полтора месяца. Белочка начала вставать. И не только вставать, полностью опираться на заднюю и левую лапу. Да, на правой лапе она практически всегда лежит, и поэтому мышцы атрофируются. Возможно, пока только возможно, что ее придется ампутировать в дальнейшем. Все будет зависеть от Белочки, от того, насколько она будет даваться делать ей массаж и помогать в восстановлении. Так, вот Белка. Массажите. Массажите. Она с рук хорошо. С рук, да, но не позволяет себе трогать лапу, чтобы массаж сделать. Потому что болит. Но массаж-то надо делать, видишь? Ну, как ты хочешь? Держи. Да? Да. Да, молодец. Да. Молодец. Да? Ты молодец. Держи. Да. Молодец. Она хорошо с рук уши. Ну, как бы, нет уши. Да? Да. Белочка, ну-ка встань, покажи. Здрасте. Так, я ее в другой угол переманю. Иди, зайчик. Иди в другой угол. Давай, давай. Не бойся. Иди. 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 Иди, конечно. Иди, конечно. Белка. А, ну еще и иду закатываешь. Да, иду я смотрю. Миска там где-то. Где-то там. Очень большая сложность заключается в том, что белка бездомная собака, вероятно, всю жизнь жила, не зная человеческой ласки. Нам она позволяет себя кормить, немножечко дотрагиваться, но производить с ней манипуляции по растяжке, по полному массажу не позволяет. Она рычит. Мы все равно это делаем, но не в такой мере, в какой могли и быть. Поэтому те успехи, которых добилась белка, и самостоятельно, и с нашей помощью, можно считать просто великим чудом. Потому что перелом позвоночника, даже собаки, которые пытаются встать, которые дают себе делать реабилитацию и массаж, не всегда встают. Белка же, как видите, шевелит хвостом. И общими усилиями получилось разработать левую заднюю лапу. Она ее чувствует. Лапка функционирует. Мы на нее становимся. Мы можем переходить. Да, белка пугливая. Но это не самое страшное. Самое страшное было бы остаться спинальницей на всю жизнь. По поводу правой задней лапы еще будет видно. Из-за того, что белка часто ложится на нее, как видите, невозможно ее заставить практически лечь на другой бок. Из-за этого, возможно, лапа атрофируется полностью, и ее придется ампутировать. Дальше будет видно. Но это не самое страшное. Потому что на трех лапах вполне себе можно жить. И трех лапые собаки даже не замечают отсутствия четвертой лапы. В данный момент белка чувствует левую лапу. Но не становится на нее. Она ее просто волочит. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить все четыре лапы. Но сам факт того, что совершилось чудо, на ваших глазах, на ваших экранах. Пожелаем белке восстанавливаться дальше в том же духе. Мы первая в России бесплатная витсанчасть. Спасение животных – наше общее дело. И, конечно, с миру по нитке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...